Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. У нас очередная подборка нокаутов, досмотреть ее до конца, думаю, вы не пожалеете. Итак, 18 марта. Два малоизвестных боксера, это четырехраундовый бой, и сейчас мы увидим очень зрелищный нокаут. Вот японец Рю Исагане отправляет в страну сновки Типхонга Гингпучу из Таиланда. Это было очень красиво. Между прочим, вес этот 49 килограммов. И повторюсь еще раз, хоть и основной массе любителей бокса он совсем не интересен, но нокауты там бывают, дай боже. Вот и здесь оппонента пришлось уносить на носилках. Надеюсь, с ним все будет хорошо, а мы переходим к следующему бою. 22 марта, Британия. Боксер слева от нас, его зовут интересно, Сонни Али. Прозвище он себе взял скромное, Сонни Али Листон. У него 7-0 и ни одной победы нокаутом. У его оппонента 4 победы, 31 поражение и 2 победы досрочные. Вот мы увидим повторы из первого раунда. Конечно, Сонни Листон Али тут доминировал, держал дистанцию, длинные прямые удары. И вот начало второго раунда. Это, между прочим, вес Велтер, 66 килограммов. Смотрите, правый апперкот, потом добавился удар по затылку, и вот оппонент на настиле. Рефери ему считает, Петер Александров встает, но видно, что ему его болтает, и рефери совершенно правильно бой остановил. Давайте еще раз посмотрим. Вот правый апперкот и правый же по затылку. Но по затылку это, понятное дело, не намеренно. Бил-то Сонни Али Листон правильно, просто оппонент уже падал. Ну что, первая досрочная победа. Но мне почему-то кажется, что успех и Листона, и Али этот боксер вряд ли повторит. Увы, мой бедный странник, этот луч не блестит. Итак, справа у нас Люк МакКормак. Это его дебют. Он бывший олимпиец, участвовал в Олимпиаде 20-го года. Против гейткипера Робина Заморы. Второй раунд. Буквально первые секунды и удар справа по корпусу. Очень болезненный. Замор вообще стойкий парень. Выигрывал у достаточно большого количества проспектов. Хотя, конечно, проигрывал больше. Но тут, конечно, для него без вариантов. Дебют для Люка МакКормака прошел очень хорошо. Вот еще раз посмотрим на это. Я думаю, МакКормак, а это вес 63,5 килограмма, в принципе, может развиться в такого зрелищного, интересного бойца. Но тут, конечно, гадать бессмысленно. Думаю, со временем ринг все покажет. Но что, идем дальше. Слева у нас Ройстон Барни Смит. 8-0, 4 победы нокаутом против Хосе Мануэля Переса. У Переса 11 побед, 11 поражений, 1 ничья. Ройстон был чемпионом Европы среди школьников в 2017 году. Это четвертый раунд. Он левша, так действует на дистанции, тревожит оппонента джебом. И тут неожиданный взрыв. 4 удара слева, и его противник, вот видите, очень плохо себя чувствует. Рефери считает, но нет, он не встает. Поэтому у нас очередной нокаут. Давайте еще раз посмотрим. Вот раз, два, три, четыре уже по падающему. Ну, Ройстону Барни Смиту всего 20 лет. Вес это 59 килограммов. Ну, я не готов делать какие-то прогнозы. Вот с такими оппонентами он, конечно, очень хорошо выглядит. Но что будет с повышением уровня оппозиции? Ну, будем наблюдать. Я думаю, этот парень все-таки надолго в боксе. Посмотрим. Поднимаемся выше. И по уровню, и по весу. Слева у нас популярный британский боксер Вилли Хатчинсон. 16-1, 12 побед нокаутом. Против немца Мартина Хоубена. У Хоубена 17 побед, 2 поражения, 10 побед нокаутом. Вот характерные повторы после первого раунда. Немец выглядит боксером куда менее высокого уровня. И вот второй раунд. Удар справа и нокдаун. Немец встает. Ну, рефери разрешает продолжить. Вилли Хатчинсон вообще такой боксер бескомпромиссный. И здесь он просто не дает своему оппоненту ни малейшего шанса. На кону был, между прочим, титул WBC International, который Уилли Хатчинсон уверенно защитил. Вполне возможно, что мы когда-нибудь Уилли Хатчинсона увидим даже в каком-нибудь титульном бою. Ну, а пока он радует местную британскую публику. Это было, кстати, соглавное событие. А главное событие было еще интереснее. Так что мы не будем тянуть и сразу переходим туда. Итак, главное событие боксерского вечера. Слева у нас фаворит Крис Бург. 13 побед, 1 поражение. 8 побед нокаутом. Против Эшли Лейна. Лейн в белых перчатках. Его рекорд 17 побед, 10 поражений, 2 ничьих. 3 победы нокаутом. Мы видим, что Бург неплохо защищается. Но Лейн все время идет вперед и наносит очень много ударов. И вот это приносит свои плоды в шестом раунде. Смотрите, падает на настил Бург, но рефери считает, что нокдауна не было и разрешает продолжить. И Лейн с энтузиазмом продолжает его обрабатывать огромным количеством ударов. Видно, что Лейн не нокаутер, но там он столько ударов нанес, что уже угол. Просто выскочил и рефери этот бой остановил. Ну что, произошел апсет. То есть пояс чемпиона Британии в легчайшем весе ушел андердогу Эшли Лейну. У которого уже теперь рекорд 18 побед и 10 поражений. Удивительно, но в боксе бывает всякое. Думаю, промоутер Бурга, Фрэнк Уоррен, был разочарован главным событием. Хотя все бои предварительного карты прошли на отлично. Но вот мы с вами подошли к одному из лучших нокаутов недели. Слева Альберт Белл. 25-0. 8 побед нокаутом. Против Джонатан Ромеро. У Ромеро 35 побед, 2 поражения и 19 нокаутов. Буквально с первых секунд боя Белл начал активно прессинговать. И страшнейший удар справа отправляет Ромеро в глухой нокаут. Давайте посмотрим на это с другой точки. Произошло все это в США. Это вес 59 килограммов. Но Альберт Белл сделал серьезную заявку для того, чтобы его пригласили подраться с кем-нибудь из чемпионов. По крайней мере, вот этот вот нокаут против Ромеро, у которого, повторюсь, 35 побед и всего 2 поражения на момент этого боя, ну, выглядело очень зрелищно. Будем дальше смотреть за Беллом. Возможно, это будущая звезда, конечно. 22 марта в Италии серебряный чемпион WBC Майкл Магнези защищал титул против японского претендента Масанори Рикиши. 12 раунд, смотрите, проигрывая на карточках судей, японец отправляет своего итальянского оппонента на настил. Магнези совершенно измотан, с трудом держится на ногах. И японец достаточно расчетливо вперед не бросается, держит дистанцию и с дистанции своего оппонента расстреливает. Причем еще силы сохранил. Бой был достаточно темповой, плотный. Японец тоже очень много ударов там напропускал. В четвертом раунде очень сильно болтануло, но он выстоял. Но здесь, конечно, так как Магнези он фаворит и он местный герой, рефери все-таки позволяет продул. Сейчас интересный эпизод. Из клинча просто падает. Магнези, рефери ему снова считает, хотя даже итальянские комментаторы говорят, что это конец. Магнези, похоже, не соображает, что происходит. Ну и Рикиши снова, обратите внимание, держит дистанцию. Бьет издалека, как только оппонент выбрасывает удары, чуть-чуть оттягивается и снова легкие удары, акцент, легкие удары, акцент. И все-таки после очередной вот этой пропущенной серии рефери решает, что хватит. 26 секунд оставалось и произошел очередной небольшой апсет. Очень волевая хорошая победа японского претендента. Посмотрим, что он покажет в титульном бою. Ну и куда же мы без тяжелого веса? Слева украинский боксер Цотна Рогава. 5-0, 5 нокаутов. Его оппонент, американец Антонио Браун. 8 побед, 4 поражения. И тоже все победы досрочные. Поэтому предполагалось, что в этом запланированном на 8 раунда в бою будет хоть какая-то конкуренция. Но опять получилось, что Цотна Рогава совершенно без проблем забил своего оппонента в первом же раунде. Мне кажется, ну все-таки надо повысить же уровень оппозиции. Или Сотна Рогава так и будет? Терять время, избивая откровенных мешков. Ну, это, понятное дело, риторический вопрос. Тем, кто его ведет, наверное, виднее. Мы с вами переносимся на Филиппины. Левша в красных перчатках это филиппинский олимпиец Эумир Марсиал. Он был серебряным призером чемпионата мира 19-го года и бронзовым призером Олимпиады. Он работает против тайского боксера Театсака Синама. Это у нас четвертый раунд. Рекорд Марсиала 4-0. Две победы нокаутом пока. И вот смотрите внимательно, что сейчас будет. Это было, конечно, очень красиво. Аперкот, левый апперкот в ответ. И тяжелый нокаут. Там понадобился кислородный аппарат этому тайскому боксеру. Ну, Эумир Марсиал. Многие думают, что он может со временем заменить Мэнни Пакьяо среди филиппинских поклонников бокса. Ну, и сам Марсиал говорит, что он еще, в общем, хочет выступить на Пекинской Олимпиаде. Ну, посмотрим. На мой взгляд, у него есть шансы. И на любительском ринге, и на профессиональном. Боксер действительно очень хороший. Мы снова в Британии. Главное событие боксерского вечера компании Matchroom. Хосе Зепеда. 37 побед, 4 поражения. 28 побед нокаутом. Топовый боксер. Веса 63,5 килограммов против восходящей звезды Далтона Смита. Британца. 15-0. 11 нокаутов у Смита. Смит обычно медленно вкатывается в бой. Но в пятом раунде он очень жестко попал ударом справа по корпусу. И Зепеда не смог встать. Тяжелый нокаут был. Потом он еще долго приходил в себя. Ну, для Далтона Смита это достаточно серьезная заявка на то, чтобы претендовать на титулы в этом. Весе 63,5 килограммов. Зепеда, конечно, уже на спаде. Но боксер очень опытный и крайне опасный. Итак, Мексика. Восьмираундовый бой в весе до 49 килограммов. Слева Хисус Вале. Справа Серхио Кордова. У Кордова рекорд 21 победа, 18 нокаутов. Это в таком маленьком весе. Очень серьезно. А вот Вале свою карьеру начал с 13 поражений подряд. Сейчас у него 11 побед, 16 поражений. Ну вот уже 17. Потому что пропустив очень жесткий удар в корпус, он уже подняться не может. Вообще, конечно, Вале вышел на этот бой на коротком уведомлении. Но удар был очень жесткий. Мендоза разочарован. Он, видимо, хотел побоксировать подольше. Но тут получилось, как получилось. То есть у него теперь 22 победы и 19 нокаутов. Для этого маленького веса очень серьезный показатель. Я думаю, этот парень еще себя покажет. А какой из нокаутов недели понравился вам больше всего? Напишите свое мнение в комментариях, если оно у вас есть. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Это поможет развитию канала. А с вами был Дмитрий. Всего доброго, удачи. До новых встреч. До новых встреч.